Всем привет, меня зовут Эдисон и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mod. В прошлом эпизоде мы уже эволюционировали нашего Шармеллионову Шаризарда и уже на нем немножко полетали. И уже сделали своего второго Закаменелого Покемона Кабута и поймали редкого Покемона Драгон Эйра. Так, и вне съемки я немножко уже полетал на нашем Покемоне, вот на этом, немножко побродил, нашел пару деревень и уже себе книжек, понаворовал с домов и еще один албаз нашел в сундуке. И еще парочку сунду, ну, Покеболов нашел, вот не какие-то Потеоны выпали, какие-то диски, еще один Ватерстон, ну, который нам как бы и не нужен. И нашел я вот этого Покемона и сразу же решил остановиться и как бы записать серию уже начиная с этого. Вы спросите, почему у него желтый ник? Так, секундочку, лучше я сначала начну с ним бой, чтобы он не убежал. Так, и вы спросите, почему у него желтый ник? Потому что в этом моде присутствуют, я точно не знаю, ну, вроде где-то 3-4 вида боссов. Как бы, синий, как бы, вроде самый слабый, желтый, средний и красный, самый сильный. Ну, боссы это, ну, вот, как вы видите, например, вот этот Покемон-босс, желтый, и у него уже 56 уровень. И, с него выпадают, ну, как бы, ну, ну, да, разные плюшки, можно и так сказать. Всякие там части Покебола, всякие там Потеоны, всякие там диски, ну, короче, весь-весь-весь-весь-весь-весь, все вещи какие-то, хлам, которые иногда нужны, иногда нет, ну, короче, думаю, вы меня поняли. Выпадает, ну, да, из него можно выбить, как бы, всякие разные вещи. Так как я после той предыдущей серии слетал быстричком домой и вылечил наших Покемонов, и так немножко бродил по миру, и вот, как раз, сейчас он нашел вот этого Покемона и решил вот тут остановиться и начать съемку вот как раз этого момента. Сейчас мы убьем вот этого Покемона, я не знаю, что из него выпадет, ну, как я уже сказал, много разных вещей. Всякие разные части всяких там Покеболов, нет только Ультраболов. И, как вы видите, он очень много опыта дает на всех Покемонов, ну, в смысле на всех, на тех, которых я выбрал, ну, это как бы тактика такая, сразу убираю всех Покемонов, и как бы, ну, да, ну, вы понимаете, думаю, что так лучше, что... О, нифига себе! Мастер-бол! Двойной опыт! Да ну нафиг! Так-так-так-так-так-так-так-так! Сразу выкидываем весь, ну, фигню, какая нам не нужна, хотя нам тут все нужно, ну, пусть будет это, это нам не нужно, печенька... Нифига себе с него тут опыт она выпадала! Это Хеллбол, вот это Бол, вот это Мастер-бол, короче, она ловит с одного, как бы, с одного броска. Ты ее, ну, просто выбираешь, например, как вот Ультрабол, и даже тебе не нужно вступать в бой, просто кидаешь его на того Покемон, которого ты нашел, и которого хочешь, как бы, поймать. И бум, и с одного, как бы, с одного Мастер-бола ты его уже можешь поймать. Это не важно, простой это Покемон, редкий это Покемон, или даже сам легендарный Покемон. Вот как раз я вот этот Мастер-бол оставлю на тот случай, если мне повезет, и я найду легендарного, как бы, Покемона, его вообще почти нереально поймать с таких обычных Покебол. Потому что, ну, ну, просто, я думаю, вы понимаете, легендарный Покемон, он вообще один в мире существует. И поэтому, как бы, я думаю, вы понимаете, что его очень сложно поймать, так как, да, один Покемон, вот, существует в целом, целом, целом мире, как бы, Майнкрафта. И вы попытайтесь найти того Покемона в целом мире. И все-таки, если ты найдешь, и, например, у тебя 40 Покеболов, и ты, например, выкидываешь, 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 хочешь словить Покемона, и не ловишь. Потому что не ловишь, так как у тебя просто может не повезти, и даже это выкидываешь, может, как бы, не повезти, и... И, ну, ну, как это сказать? Это, думаю, нам не нужно, не буду это учить. Хотя, ну, сейчас попробую. И так, может, как бы, не повезти, и как бы, не словить того Покемона даже с 40 Покеболом. Потому что это очень сложно. И, ну, 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 и вот, вот этот Мастер Бол, ну, твою же, ну, он ловит с одного, как бы, ну, я уже объяснял, но я просто сейчас в шоке, как бы. Он ловит с одного выстрела, ну, какого нафиг выстрела, ну, просто кидаешь любого Покемона, даже в того же самого легендарного Покемона кидаешь, и просто-напросто этого, и с одного раза ты его можешь словить. Это вообще круто, нереально. Это круто, что я нашел вот этого, как бы, как это сказать, ну, желтого босса, так как я в одиночном, как бы, играл много раз, и находил и разных боссов, и синих, и желтых, и красных. И я убивал где-то, не знаю, может, 30, 40, 50 боссов, и мне вообще ничего такого наподобие не выпадало. А это самая-самая-самая крутая Покебола, которая только существует в этом мире. Да и вообще, во всем мире Покемона. Так, чего бы выкинуть так, чтобы по быстричку вот это нафиг? Это нам не нужно. Всякие, как вы видите, здесь Покеболы новые повыпадали. Достаточно-таки много. Вот, смотрите, у меня уже 4, 5, 6, 7 разных Покебола. Так, сейчас бы нафиг все повыкидать, что нам не нужно. Ну, думаю, семинар Буза. Репитбол. Но я думаю, не буду вот такие всякие Покеболы делать. Только будут место зря занимать. Хайден, Хиден. Как это читается? Не знаю. Так, чего бы выкинуть? Нафиг. Вот эти все диски. Драгон Тейл, Пейбак. И как это читается? Чего тут еще? Вот. Еще тут. Мунбол. Я думаю, это нам тоже не нужно. Мунбол. Еще какой-то нам тоже не нужно. Таймер Бол нет. И это можно одеть. Так. Мне выпало дофига всяких разных вещичек. Вот. У меня вроде вот это одна фишка была. Лаки, 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 лаки Эдж какой-то там. Я его уже давно сломил. Думаю, вы помните. И кто-то мне говорил, что там... Так. Поднимайся. Кто-то мне там говорил, что он увеличивает какой-то там опыт в двойне, увеличивает опыт прокачки персонажа, ну, покемона. Я думаю, это не так, так как лаки Эдж может что-то там, какой-то шанс еще давать к дополнительному опыту. Ну, что-то такое. Я точно не знаю, не буду спорить по этому. Ну, я точно знаю, что вот эта фигня, как она называется, эксп-шейр. Думаю, по самому названию можно уже догадаться, что тут будет идти дело про, ну, дополнительный опыт. Так как да, я уже имел эту штуку, ну, не в этом мире, так как я уже говорил, что я играл в другом мире. Это фишка, ну, вот да. Вот, например, где она, на ком у нас она? Ну, допустим, вот. И убиваем вот этого покемона, против которого мы сейчас будем драться. И, как вы заметили, мне два раза дало, как бы, один и тот же опыт. Например, если я убью какого-то покемона, и, как бы, за него мне даст, там, не знаю, 2000 опыта, то эта фигня умножает два раза опыт, и мне даст 2001 раз и 2002. Так что, я думаю, это лучше одеть все-таки на Кабуто. Так как он у нас, можно сказать, самый мелкий уровень, чтобы быстрее просто качался. Вот эта фигня, желтый браслетик такой, ну, я точно не знаю, ну, где-то кто-то мне говорил, или еще что-то. Ну, короче, с каждым уровнем она, как бы, увеличивает силу твоего покемона на 0,5 урона. Например, твой покемон за один уровень получает плюс 2 к урону, эта фигня увеличивает еще на 0,5 урона. Эта штука, я не знаю, ну, что-то тоже, наверное, вот такое, как это, только, наверное, не урон, а может, там, какая-то скорость атаки, или что, я не знаю. И вот это, как бы, дай, иди сюда, морковка, или что это, даже не имею никакого понятия. Что это может быть, ну, ну, разве, ну, если ее можно одеть, значит, что-то она все-таки будет давать какие-то, там, плюсы, характеристики покемона. Так. Фидни у нас тут столько, что, вроде, фидни дофига, а все нужно. Ну, давайте пройдемся. Картофелька нам нужно, думаю, как ее посадить, и она выгоднее будет, чем пшеница. Книги нам нужны, чтобы сделать энчант столик, я даже не знаю, зачем он нам нужен, так как здесь я никого убивать не буду, или еще что-то, ну, ну, просто, чтобы было для красоты. Ну, алмаз, хотя бы он и один, я не буду его выкидывать. Яблоко нам нужно, чтобы сделать еще больше раркенди, чтобы, ну, раркенди это, чтобы прокачивать наших покемонов. Хлеб, ну, чтобы покушать. Железо, железо, динамит, я вообще думаю, что я его не буду срывать, ну, как-то жалко выкидывать, не знаю почему. 16 железной руды, не знаю. Дубовые доски. Еще книга, еще морковка, еще золотой слиток, еще хиперпоинт, еще всякие тут диски. Даже не... Я думаю, эти диски нафиг выкину, дуб, оранжевая 6, булыжник, вот, булыжник, 9 пакелов, тут будет. А заместь этого... Так, там уже я вроде так понял, что было в воде, уже пропал. Так, тут... Ну, 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 короче, ладно. Я просто долго так соображал, что лучше выкинуть, что лучше поднять, и поэтому оно уже пропало. Ну, думаю, ничего страшного, если я выкинул это сначала, значит, оно нам не так нужно было, если я это выкину. Ну, думаю, все, можно возвращаться домой. Я думаю, это вообще капец какой-то. Так как... Ну, 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 я даже просто не мог представить, что может выпасть мастер-бол. Я там вроде смотрел в каких-то характеристиках, в какой-то шанс выпадения мастер-бола. Вот, например, шанс выпадения мастер-бола из вот тех сунгуков, как бы, покебола, что можно найти на земле. Какой-то там 0,0001% что может попасть мастер-бол. Ну, это вообще пипец. А тут вот сразу мастер-бол выпал. Ну, и с всякими, конечно, разными еще вещичками. Вот эта фигня вообще, я тоже, когда ее увидел, офигел, можно сказать. Потому что, ну, ну, это вообще капут. Двойной опыт. Например, если ты убиваешь какого-то там очень-очень-очень сильного покемона, и с него тебе дает какой-то там двойной опыт. Например, с одного покемона ты можешь там прокачать себе два уровня, то с этой фигнёй ты прокачаешь сразу себе четыре уровня. Это вообще офигенно. Так, в этой деревнишке я уже был. Сейчас возвращаемся домой. Так, ну, да вы издеваетесь. Серьезно, нужно с пустыми руками на него садиться. Так нельзя. Ну, это капут просто-напросто. Да идите вы уже нафиг эти дубовые доски. Три минуты там с топором повозиться, не такая вот лучшая проблема. Да, что-то он... Вот, я, например, вот сейчас, как вы, думаю, слышите, пытаюсь на нём как бы развернуть его, а он что-то как бы завязает и может где-то через 3-4 секунды просто-напросто развязает и соображает, что я хочу нему развернуть. Но всё-таки он летает, как вы видите, на этой карте вообще нереально быстро. Вот, смотрите, как метры идут. Где-то 50 метров за пару секунд. Просто глючить он просто нереально как бы. Может, это так и незаметно, когда я на нём летаю, но если вы попробуете на нём полетать вот так, это вообще бесит, просто-напросто нереально. Как он тормозит, глючит и вообще нереально ним управлять. Ну, ладно, мы уже и так домой прибыли. Какие-то там доски валяются или что там. Фу! Вот и... Ну, ну, это вообще было капут просто-напросто, что нам выпал мастер-болл, я его сразу, так, не спать, а в сундук его положил. Ещё один алмаз, 20 алмазов. Ну, нифига себе. Всяких покеболов, ну, просто куча, куча, куча. Разных. Вот мастер-болл это вообще пипец. Пипец, пипец настоящий. Вот ещё какая-то карка. Чтобы сделать, вот это всё, эти все диски вот сюда подкладываю. Это можно алюминий, допустим, вот тут будет. Так. Три стопки железных слитков, я думаю, нам пока не нужны. В одном инвентаре, как бы. Хлеба тоже у нас ещё, картофельки дофига. Динамит. Вот можно сюда книги поставить. Так, кость, кость вот тут. Яблочко. Рядом с этим, чтобы сразу потом раркенди сделать. Хотя, я сейчас могу их сделать. Да, в принципе, да, могу. Так, что нам нужно? Вот это. И, если я не ошибаюсь, самородки, да. И вот сразу. Сделаем, сколько там нам нужно. 11 штук у нас есть. Пусть будет пока вот так. Потом посмотрим, хватит ли они. Думаю, уже нет. Ну, ладно. И вот так. И вот так. И вот так. И ещё 4 яблочка осталось. Ну, сразу же продолжу. Сюда 4. Сюда, сюда, сюда. И, да, и вот так. И 11 золотых яблок. И это хорошо. Так, нет. Или... Или... Короче, я что-то туплю. Я вообще не знаю, что я хочу. И так, морковка. Так, сразу делаем. Яблочки наши. Вот так. Я... Я... А, нет. Я ещё вот что забыл. Вот, сахар. Так. Вот тут наши яблоко. Вот тут наши вот эти. И 11 раркенги. То бишь, 11 уровней. К какому-то покемону. Это всё откладываем сюда, сюда. Вроде в инвентаре у нас более-менее уже стал немножко чистым. Хотя уже сундук у нас полный, можно сказать. Секрепили бирды. Так, и зачем я за собой золотые слитки таскаю? Я не в курсе, если честно. Так. Три золотых литвы. Тут у нас ничего. Думаю, вот это нафиг можно просто... Напоставить вот эту верхнюю часть мунбала. Я лучше себе... Сделаю ещё один... Как бы... Ультрабол, чем какой-то мунбал. Ну, не знаю. Вроде он... Ну, у каждого, как бы... Покебола есть свои характеристики. Вот, Хеллбол. Это, например, я думаю... Даже не думаю, как бы знаю. Это, если ловишь покемона вот этот покебол, то он как бы... Когда находится в самом покеболе, он бы как... Ей, он как бы лечится сам. Не нужно его... Типа... Не нужно его лечить вот этой лечилке или спать, например. Он сам как бы лечится. Таймербол, это как бы... Чем дольше идёт сражение, тем больше шанса поймать покемона. Нестбол, это я не знаю. Это в каком-то биоме лучше ловить с этим покеболом, чем, например, с обычным. Премьербол, это не знаю. Даскбол, это... Ну, это тоже какая-то биома. Хевибол, это как бы... Чем больше, чем тяжелее покемон, тем его легче словить. Вот, например, тот же Снорлакс. Я думаю, вы ещё не видели, но он тут вообще такой огромный. И вот с этим покеболом его сам лучший ловит. Люксери-бол, это я не знаю. Вот. Ультрабол, это как бы обычный самый лучший покебол, можно сказать. И вот это хреновина. Мастербол, я уже вам объяснял. Он, короче, один раз кидаешь, и он сразу ловит с первой победки. Это вообще офигенно, просто-напросто. Я думаю, его всё-таки нужно будет с собой таскать, так как ты никогда не знаешь, что там, и как, какой покемон может попасться, может... Ну, короче, думаю, вы меня поняли, что лучше всё-таки таскать вот эту фигню с собой, потому что, например, ультраболы у тебя кончатся, и потом просто не, как бы, не будет какими покеболами ловить покемона, которого ты встретил. А Мастербол, как бы, очень поможет. Так, всякие тут лечилки у нас. Я думаю, всё-таки оставлю вот эту лечилку вот тут, хотя, думаю, нет, пока нет. Вот, например, если буду идти в какие-то там большие путешествия, чтобы вот эту лечилку, например, если у твоего покемона осталось мало жизней, просто как бы вылечить его. Так, железо, я ещё раз повторюсь, нужно откласть, так как у нас его тут до пига. Вот, думаю, вот этот стак оставлю. И вот ещё один покебол я поставил. И тут у нас еда, тут у нас вот эти все фигни, ну не фигни, а приконы, чтобы делать. Ну, ультраболы. Ещё 15 ультраболов, но я думаю, теперь не буду как бы их делать. Потом вне съёмки, думаю, что сделаю. Или нет, или да, или нет, или да. Нет, хотя, да. Нет, думаю, сейчас не буду их делать. Так, лучше я ещё поставлю железо на переплавку. У нас тут три золотых слитка ещё. И думаю, вы уже заметили, что я поставил себе новый текстурпак. Так как, ну не знаю, просто захотелось поставить текстурпак. Так, и думаю, всё. Думаю, на этом можно заканчивать. В этом эпизоде мы убили вот того самого, как бы, покемона-босса, можно и так сказать. И он таки достаточно нефиговенький, дроп нам ведал. Мастербол, я уже, наверное, раз-три объяснял, какой его плюс. Хотя это даже плюсом не можешь назвать, какая-то фантастика. Ну ладно, вот эти все фигоньки нам по Викидалу, которые увеличивают, как бы, силу покемона, удваивают его опыт какой-то там ещё. И ещё какие-то там характеристики его увеличивают. И это круто, да. И думаю, в следующем эпизоде я уже запланировал себе двух покемонов, которых я хочу словить. И которых уже можно начать прокачивать. Это будет у нас Абра, вторая стадия Кадабра, и третья Алаказан. И Гастки, вторая стадия, если не ошибаюсь, Хантер, и третья Генгра. Как-то так. И думаю, я их всё-таки найду и уже словлю. И двух покемонов нам нужно будет поставить в компьютер на какое-то время. Я думаю, что я прокачаю вот своего редкого покемона к 50-му, или даже не знаю, какому уровню. Короче, на той стадии, когда он эволюционирует в свою последнюю стадию Драгонайта. И сразу его поставлю в компьютер. Вы спросите, почему? Потому что у меня есть, как бы, три дракона. Вот Шаризар. Это, как бы, дракон, огненный дракон. У него есть скиллы и огня, и, как бы, самого дракона. Вот этот Гюардос, он, как бы, тоже дракон. Он, как бы, у него есть скиллы воды, но он, как бы, дракон. У него есть те же самые скиллы, что и у Шаризар. И вот этот Драгонэйр, он, как бы, тоже дракон на своей последней эволюции. И у него есть те же самые скиллы дракона, что и в наших первых двух вот этих покемонов. И тоже, если я не ошибаюсь, есть скиллы и какие-то воды. Поэтому я просто не вижу смысла таскать за собой трёх практически одинаковых покемонов. Ну, просто они отличаются своей формой. Ну, я думаю, вы понимаете своей известностью, что это, например, редкий покемон, тот не редкий, этот редкий. Ну, короче, вот так. Я думаю, что с заместью вот этих двух слотов я себе вот как раз поймаю Абру. Он у нас психический покемон. И поймаю Гастли. Он у нас покемон как бы призрак. И у нас уже будет покемон вот огня, покемон как бы психический, покемон электрический, покемон призрак и вот эти две покемоны. Этот, если я не ошибаюсь, покемон листвы, а этот покемон воды, как будто. И думаю, вот так как раз будет нормально. Но потом я ещё буду стараться поймать себе Иви. И потом я сделаю себе, ну, Зиви там в итоге шесть или семь трансформаций можно сделать. Короче, с одного покемона можно вытворить семь разных покемонов. Там, например, воды, огня, психический, там, всякие разные покемоны. Покемон тьме и ещё. Ну и всё. Думаю, вот на этом уже как раз можно заканчивать. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.